...предприниматель Леонид Михельсон. Его состояние за год выросло на 4 миллиарда долларов, достигло почти 18,5 миллиардов. Следом за ним расположился владелец Северстали Алексей Мордашов. Его состояние Форбс оценил в 17,5 миллиардов. Тройку замыкает владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. В его активе немногим более 16 миллиардов долларов. Ну и впервые в сотню вошел основатель соцсети ВКонтакте и приложение Телеграм Павел Дуров. Он увеличил состояние почти до 1 миллиарда. И пока это все новости. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Синоптики обещают сегодня в Москве ветреную прохладную погоду. На востоке Подмосковья местами даже пройдет небольшой снег. В Москве воздух максимально прогреется до 5 градусов тепла. По области до плюс 6. Сегодня ночью будет холодно. До минус 4. Возможен небольшой снег. Но сейчас в российской столице облачно с прояснениями. Плюс 4 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Сто процентов хоккея. С Владимиром Дегтяревым и Дарьей Мироновой. Всем привет, всем добрый вечер. Вы на волнах Спорт.ФМ. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев, как всегда, работают для нас. Для нас. Для вас. И сегодня в эфире. Сегодня в эфире. А у нас сегодня в эфире обладатели братины. Игроки Динамо Балашиха. Галкипер Иван Бочаров и форвард Андрей Алексеев. Досье. Иван Бочаров. Российский галкипер. Родился в Москве. 21 год. Является воспитанником школы московского Динамо. Однако большую часть карьеры провел в Балашихе. В составе местного Динамо в завершившемся сезоне высшей хоккейной лиги выиграл кубок Братины. Иван Бочаров был признан самым ценным игроком плей-офф ВХЛ сезона 2016-17. В нынешнем плей-офф на счету вратаря 19 матчей и 16 побед. При этом он отразил более 95% бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности 1.57. Кроме того, в активе Бочарова три сухих матча. Андрей Алексеев. Российский нападающий. 22 года. Родился в Москве, где и начал заниматься хоккеем в Динамовской школе. Большую часть карьеры провел в системах московского и балашихинского Динамо. На протяжении нескольких лет Андрей Алексеев выступал в хоккейной лиге «Онтарио» за команду «Сагина Спирит». В составе «Динамо» из «Балашихи» является обладателем Кубка Братины. Все верно. Да, здравствуйте. Как вы так внимательно слушали? Андрей, говори привет. Здравствуйте. Так звучит Андрей Алексеев. Иван. Да, всем добрый вечер. Так звучит вратарь. Добрый вечер. Это я, Владимир Дегтярев. Ну, чтобы не забыли. Мы, Володька, да. Да. Дарья Миронова. Я уже поговорила. С чего начинаем? Как это ощущение чемпионства? Неправильный вопрос. Ну, давай с этого. Отвечай давай. Кто отвечает? Это был Иван. Да, отвечает Андрей Алексеев. Знаете, это было очень классно. Я не знаю, это надо прочувствовать, наверное, когда весь год ты к этому идешь. И начиная все это со сборов, ты проходишь все эти пресезонные турниры, сборы. Потом долгий сезон, плей-офф, и ты, наконец, поднимаешь эту чашку. Это классно, круто, здорово. Забыл еще русская классика, матч, который вы проиграли. Ну, он не так, конечно, в памяти остался, потому что мы проиграли. Если бы мы его выиграли, я думаю, конечно, все было бы намного лучше. Но много очень споров, разговоров по этому поводу было. Поэтому, скорее всего, мы просто отставили этот день. Но мы выиграли братину, а это лучше. Иван. Иван. Что-то в коробочке. Для тех, у кого есть видеотрансляция, нам сейчас Иван что-то покажет. Ты можешь показывать и говорить. На самом деле, спасибо большое команде за вот этот кубок. Это кубок самому ценному игроку. То есть без них бы я не добился этого результата. Ну, так все скромные вратари говорят. На самом деле, это твой. Твой приз. Вот, теперь, ребята, а теперь главный вопрос. Сколько шампанского влезает в кубок? Сколько? Ну, как я успел уже ответить, я не посчитал. Меня, а Андрей? Знаете, по-моему, около 10 или 15 бутылок было, но там... Все, я тебе удовлетворен. Сэкономили на кубке, мало мне. Да, там, потому что все плескалось в воздух, поэтому не все еще успевало вливаться в кубок. Все. Вспоминая предсезонку Владимиру, лишь бы поговорить о потусторонних вещах. Тогда, вы помните, кто-то делал ставку на вас? Вот что Динамо, Балашиха, увидим в финале, увидим статуси чемпионов. Ну, честно, никто не ставил на нас, никто не ожидал такого результата от нас. Но мы, прежде всего, сами себе доказали то, что мы чего-то можем, чего-то стоим. И мы счастливы, что добились такого результата. А вот ставить как? Ну, у нас... Он тоже отвечает. Нам была задача поставлена войти в тройку. То есть, изначально, да, мы старались, стремились к этому. В сезоне мы заняли шестое место, но когда мы вышли в плей-офф, мы поняли, что мы можем намного больше. И мы это оправдали, мы это доказали. Все результат на табло. Смотрите, финальная серия 4-0. Это, в принципе, как и в КХЛ. Многие говорят, ой, нет никакой интриги. Хотя, если мы вспоминаем другие серии, не финальную, там, конечно, счет в серии не по игре. У вас как было? Ну, на самом деле, если взять с самой первой серии, там 4-2, 4-1, 4-0 и 4-0, все матчи были равные, да, то есть, забей соперник на один гул больше, они бы вели в счете. Но где-то нам удача повернулась к нам, мы забивали больше, за счет этого и выиграли. Ну, и вратарь тоже хорошо справлялся. Наверное. Вратарь – это больше половины команды, поэтому ему спасибо отдельное огромное за то, что помогал нам на протяжении всего этого плей-оффа. Он практически один, да, сыграл все матчи. Не знаю, он не уставал, что ли? То есть, он тащил все, что только летело и не летело, а всего он молочек. Спасибо ему большое. Ты уставал, Иван? Нет, не уставал. Вот ребята говорят, ты не уставал. Ну, после матча я, конечно же, как и все, уставал, но мы еще молодые, мне всего 21 год, и я быстро развивал восстанавливаться. Но это тоже сыграло большую роль. Ну, вот ты теперь вот на следующий сезон, я понимаю, вроде как еще забегаете рано, но он собирается вот эту громкую заявку сделать. Эй, ребята, там, Лазушин, Еременко, подвиньтесь. Ну, у меня заканчивается контракт, вот... 30 апреля. И могу заявить, что я остаюсь с Динамо на два года. И буду доказывать и добиваться места в первой команде. Так вот, бойтесь. Ну, конечно, в болельфике Динамо, радуйтесь. Номер смс портала 5533 начинается со слова «спорт», а ватсап и вайбер плюс 7 925, 4 двойки 93,2. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы, пишите. Тем более вы как раз таки и просили, чтобы мы разговаривали и про ВХЛ в том числе. Ждем от вас вопросов. Андрей, я насколько понимаю, можешь меня исправить, если не правильно. Ты в лидерах команды-то числишься. Какие у тебя планы на будущее? Да, знаете, у меня еще целый год контракта, как бы ничего, сейчас я не могу ничего не говорить, ничего. Все зависит от руководства. Но где-то есть скрытые планы. Да как бы сейчас... Побежать обратно в Америку. Сейчас ничего нету, сейчас отдых, да, нужно успокоиться, обдумать все, принять, что мы наконец-то выиграли, да, добились. Поэтому ничего сейчас не могу сказать, но я знаю, что у меня еще год контракта, поэтому все вопросы к руководству и тренерам. Но у тебя в этом сезоне была еще одна значимая победа, универсиада. Да, было и такое. Ну расскажи нам, как ты вообще все успел. Как это было? Это было на самом деле неожиданно. Чемпион. Чемпионский сезон. Мы просто были в клубе, готовились, да, поступил вызов мне, там, Владу Ефремову и Кириллу Пилипенко. Нас троих выиграли из клуба, вызвали на сборы в Новогорск. Мы побыли там, по-моему, три или четыре дня, подготовились и поехали в Алматы на универсиаду. Вот. Вот по соперникам смотри, потому что я тоже там какое-то определенное время, момент находилась в Казахстане. И взвешивая вот соперников, все-таки силы были неравны. Нет, ну почему? Это провокационный вопрос. Ну да. Ну у нас уже, можно сказать, профессионалы подъехали. Не все сборные имели в наличии вот ребят, которые играют в профессиональных лидах. Ну это я могу сказать только по групповому этапу, но опять же сборной Канады, да, я знаю многих ребят, там практически два звена, я против них играл. Они также считаются профессионалами, они играют за свои университеты. И также сборная Казахстана, многие ребята сейчас выступали против нас в финале. То есть там по возрасту до 28 лет можно было принимать игроков, поэтому я не могу сказать, что там силы были равны. Все сборные практически, кто в тройке, да, в четверке, они были одинаковы по силам, просто мы оказались опять же сильнее и всех победили. Ну смотрите, у нас Олимпиады совсем скоро, вы не хотите еще одно громкое заявление сделать? Анхайловцы не приедут, не забывайте ВХЛ. Ну загадывать рано. Это не загадывать, это устроить планы, Иван. Ну давайте построим планы, но для начала надо заиграть в КХЛ, потому что из ВХЛ нас никто не возьмет. Это же неправильно, вы чемпионы вообще, как вас могут не взять? Ну это коллегу Валеричу Знеркову вопрос. Между прочим, он в «Динамо» тоже работал. Да, «Динамо», «Динамо», да. Он сейчас может нас услышать и возьмет. Так. Может быть и сообщение еще отправил. Владимир растерялся. И вот я наоборот слушаю нас, я еще раз напоминаю, что у нас в гостях сегодня обладатели «Братины 2017», игроки «Динамо», голкипер Иван Бочаров и форвард Андрей Алексеев спрашивают, как раз таки вот сейчас даже вопрос уже начинают задавать, правда вопрос почему-то про ЦСКА. Спросили, а у ЦСКА есть новый тренер? У ЦСКА, ребят, есть новый тренер? Вы в курсе, нет? Да, Николишин. Ой! Вот, вот, вот так, пожалуйста. Прямо здесь, сейчас. Нет, самое главное, даже еще в ЦСКА они знают про своего нового главного тренера. А «Динамовцы» знают. Да, они очень нервничают и говорят, подождите, еще что вы бежите вперед паровоз, еще тренер не назначен, а вы уже типа все знаете. Может быть ты переходишь в ЦСКА, Иван, откуда ты знаешь, откуда информация? Иван, так ты же не уточнил. Нет, я остаюсь на два года в «Динамо». Еще раз подчеркиваем. Вот так. Вопрос Андрею. Ты несколько лет в Северной Америке был. Вот расскажи, пожалуйста, чем тебе это запомнилось и почему решил вернуться? Он даже выходил в эфир «Спорт.ФМ», будучи игроком Северной Америки. Расскажите, почему решил вернуться? Я, как и все, наверное, юниоры, была мечта поиграть за океаном, добиться, попасть на драфт, попробовать свои силы. Я поехал в юниорские лиги, пробыл там два года, но на драфт я не попал. Я не знаю, мне многие говорили, что у меня маленький рост, и якобы из-за роста я не попадаю на драфт. Но я для себя понял, что смысла там оставаться нету, хотя у меня был еще год контракта. Поэтому я приехал в Россию, поговорил с людьми, с моим агентом, и он пригласил меня в Москву обратно и сказал, что обратно клуб меня примет. Мой родной, да, «Динамо», где я начинал, ну, начинал я в Марьино, где я продолжал свою карьеру, и я вернулся с удовольствием, как бы не раздумывая. И здесь вот я стал обладателем кулькового радио, чемпионом. Чемпионом? Чемпионом универсиады. Да, какие трудности, может быть, там тебя преследовали или что? А какой рост, скажи, пожалуйста, просто. Из каблуков, Андрей. 175 сантиметров. Слушай, я сейчас открыл специально, я просто вспомнил, есть такой парень, в Бостоне играет, Брэд Маршант. 175 рост. Ну да, там очень мало, там единицы. 83 вес. У меня 82. Да! Мы тогда вообще ничего не понимаем. Вообще, да, вообще не... Но есть к чему стремиться, да. Очень непонятная ситуация. Мне нравится, как он играет, буду стараться. Может быть, гражданство нужно было сменить? Не знаю, все может быть. Иван, мы знаем, что ты остаешься на два года в Динамо, мы знаем. Но есть ли у тебя где-то такая, хоть маленькая мыслишка, сбежать в Северную Америку? Как он может сбежать, у него паспорт на два года забрали еще. А, да? Он будет здесь, в Москве. Нет, сбежать нету, пока не было... Ну, мечта, нет. Ну, мечта, конечно, есть играть в НХЛ. Но предложений не было никаких, поэтому я стою здесь. Просто ты не был чемпионом еще, а сейчас все, ты чемпионом. Сейчас-то все переворачивается. Мое мнение, когда тебе уже наступило где-то после 20 лет, надо сначала доказать здесь Россию и ехать туда уже готовым игроком. Либо ехать 17-18 лет и доказывать через юниорские лиги Канады и Америки и уже выбирать тот путь. Вот перед тобой сидит человек, который доказывал. Вот сейчас мы у него спрашиваем, какие трудности у тебя были в Северной Америке? Вот приехал ты, сколько тебе лет было? Язык знал? Мне было на тот момент 18, и я не знал. Ну, я знал школьную программу, я мог сказать там привет, как дела, как и все. Но мне сразу... Мы жили, опять же, с другим вратарем Никитой Серебряковым в одной семье. Нас записали в школу, мы ходили, учились первый год, делали там задания. И также партнеры по звену мои, там, Винсент Рочек, он играет сейчас во Флориде. Он мне помогал. У него какой рост? Он сейчас на поле для гольфа уже играет. Хоккей уже у него завершен. То есть я с ним оставался иногда после тренировок, он меня переводил некоторые слова, говорил какие хоккейные фразы там. А он по-русски говорил? Нет, по-русски. Ты его не научил по-русски? У него, по-моему, какие-то то ли чешские корни есть, то ли какие-то, но по-русски там говорил только один сцеп, Поворознюк такой у нас был. Больше практически никого не было. Но ты его мог нормальным словам научить, чтобы он знал эти слова? Ну... Было дело, чувствую. Да, да, чувствую. Вот, видишь? Нет, там всем было интересно, конечно, выучить русский язык. Ну, хотя бы слова какие-то знать. Особенно наш доктор там, он постоянно пытался что-то на русском нам сказать. Но у них очень сложно это получалось. Поэтому им еще работать и работать над этим. Ну, а вообще, вот какие-то еще вот были там, я не знаю, ну, препятствия для тебя, вот помимо языка, это, наверное, очень сложно, когда ты приходишь в раздевалку и не совсем понимаешь, может быть, что говорит тренер. Дисклиминация, может, там, гей, русский, иди в угол. Да, тем более политическая обстановка, она же меняется постоянно. Не накручивай. Нет, я буду накручивать. Сложно в плане, конечно, было, да, вот понимать тренерские задания. То есть, ну, в принципе, на тренировках нам все рисовали, на макете, как бы, что делать. Так, тактику там все написано. То есть, что каждый игрок должен делать. У меня, в принципе, это все осталось. Я и здесь по этой тактике работал. То есть, тренер по одной, а Андрей Алексеев абсолютно по-другому играл. Поэтому чемпион. Да, поэтому лидер, команда, это по очкам. Ну, а так, в плане, конечно, бытия никаких проблем не было. Единственное, наверное, игрового времени не особо хватало. Я вначале получал его достаточно, но, видимо, потом... А я знаю, почему. ...не оправдал надежд, или, я не знаю, меня даже сравнивали с Дацуком. Ой-ой-ой. Там были, выпускали газеты в городе. Ну, я даже не знаю, почему так случилось. В конце практически сезона меня вывели просто из состава. Не давали играть, ничего. Ты что, не поговорил даже с тренером? Ну, там с тренером мало кто разговаривает на такие темы. Да, я вот еще раз, я вот сейчас буду продолжать накручивать. Почему это происходит? Потому что, да, вот я помню, Твердовский жаловал. Он сказал, русских зажимают там, в Америке, им не дают поиграть. Зажимают, Андрей? Да. Им это... уменьшает игровое время. Тренер матом на них кричит. Иван, не езжай в Америку, даже через два года там русских зажимают. Ну, мне кажется, это зависит от команды. И от руководства. Вот так. Иван, наша любимая тема. Вратари странные люди. Какие у тебя есть странности? Ты прыгаешь через синий виник. Ну, в раздевалке, вот, Андрей, как себя ведет? Вот есть какие-то странные манеры в Ивана. Он адекватный в раздевалке? Да. Что он вообще? Да, не, на самом деле, вратари такие же люди, как и мы. Просто они как-то... Нет, ну они, да, они люди. Просто нет, я понял. Андрей боится сейчас все правда сказать, потому что ему треснут в раздевалке. Такое обязательно будет. Так вот для чего англюшка достала. Да вот, вот, вот. Видишь, уже боится. Нет, у каждого есть свои суеверия, да. Мне тяжело оценить, странно или нет. А ты маленькая какой-нибудь суеверия, можешь рассказать? Да, ну ты нам расскажи, а мы оценим. Это странно или нет? Да. Ты разговариваешь, например, со штангами? Бывает. Странный. Да, странный. Дальше. А с шайбами? С шайбами нет. Нормальный. Тогда тут да, нормально. Есть некоторые вратари, они с шайбами разговаривают. Они их подкидывают и говорят им чего-то там. Нет, ну как бы пытаются каждый хоккеист. Не хоккеист. Я думал, ты хочешь сказать, шайбы пытаются со мной поговорить. После победы на следующую игру или на следующий день повторять то же самое, я в это перестал верить. Одежда, вот это то же самое, да, все надевать? Насчет одежды у меня был на весь плов один костюм, вот я его одевал только в день матча перед самой игрой, то есть на рассказку я ездил. А, все, понял. Костюм спортивный. Я понял, понял. Не смокинг. Я понял, я вообще подумал сначала про термобельё. Ничего себе. Ну, кстати, было бы неплохо, если бы у нас, не знаю, в КХЛ или ВХЛ вели смокинги, это же модно, стильно. То есть я бы не отказался в нём ходить. А можно просто... От Дэвида Бэкхэма косит, странный. Да, нет, можно просто ввести правила и всё время ездить в костюме. Может, Динамо будет всё время так ездить? Может, самое своё правило ввести? Нет, ну ты теперь чемпион, и чем VP плей-офф, я считаю, ты можешь требовать. Да. Напиши руководство. Плакат, можешь выйти с плаката. Можешь себе позволить. Одиночный пикет около офиса КХЛ. Пожалуйста, никто тебе это не запрещает. По ходу сезона плей-офф вывелся как-то вот явный человек, игрок, который не нравился, мешал, плохо себя вёл. Вот у ЦСКА Иван Телегин всё время просто в площади вратарей пытается там что-то мешать, пока судей не видят тихоряк. Вы имеете в виду в нашей команде или в команде соперника? А, и ваши есть. Давай сначала ваши, а потом соперников будем трогать. Мне кажется, Андрей Алексеев, они поэтому вдвоём пришли, чтобы выяснить наконец. Иван просто хотел пожаловаться, да. Совести призвать. Не, в нашей команде никому не было претензий. Так, а соперников? В нашей команде соперников мы в чемпионате играем с каждой команде одну домашнюю, одну гостевую, да. То есть не успеваешь кому-то привыкать. То есть следишь, да, кто куда бросает. То, какие... Как разыгрывает большинство, да. Никому не было претензий. Ну, если сказать по финальной серии, команда из Усть-Каменогорска много доставляла проблем на пятаке. То есть поначалу они одним человеком сыграли на пятаке, потом уже двое. И то есть с каждым матчем всё было тяжелее и тяжелее увидеть шайбу. То есть раскусили тебя, что тебя нужно нервировать. А вот ты как-то подсказывал своим, ну, типа, уберите их оттуда, вытопните их оттуда, да. Нет, его задача шайбу ловить. Ну, мало ли. На себя. На себя. Ну, защитниками у нас была договоренность, то, что одного оставляют всегда мне, а с игроком на дальней штанге остаётся защитник. То есть, как видите, у нас не без успеха прошла вот эта договоренность, и мы стали чемпионами. Мы поняли. Залог успеха Ивана – это заставить нападающих ловить шайбу на себя. Вот сейчас сначала Андрею зададим вопрос, потом ещё Ивану тут уже ребята присылают. По поводу 13-го номера спрашивают. Как, не суеверие, ничего? Не, не суеверие. Опять же, мне очень с детства нравится, как играет Паша Датсук. Сначала мне нравился Павел Буре, то есть я играл, начинал под 10-м номером, я выступал в своей школе детской под 10-м номером. А потом, как была возможность взять 13-й, я сразу взял не раздумывал. Не, ну, я возмущена, но хоть бы кто-нибудь сказал 13-й номер у Калетника из «Магнитки», и вот я из-за этого играю под 13-м. А я про Валерия Каменского, например, вспомнил, тоже он под 13-м играл. Да, Андрей. Так банально. Ну, вот так получилось. А от кого на тренировках сложнее и больнее ловить шайбы? Вопрос Ивану. Или они тебя ощадили на тренировках? Или не очень? Не знаю. Самый сильный кистевой бросок, наверное, у Вовы Брюквина. Он уже подтянулся к нам, получается, время плей-офф. Ну, а так у всех ребятах, у всех ребят достойные броски. От каждого тяжело ловить, но тем интереснее. Ну, самый тяжелый Брюквин, не Алексеев. А, кстати... Я сказал, не самый тяжелый, самый сильный. Ой-ой-ой. А еще я говорю, что вратари не странные. Да, скажешь, странные. Он драться еще сейчас. Да, да, да. Я чувствую себя грейсом. А вот скажи, пожалуйста, бывает такое на раскатках, просто иногда так были моменты, когда вратари предъявляли претензии, что, да, вот идет раскатка, а игрок сильно бросает, и, в общем, можно перед игрой еще и травму получить. Такие... Ну, у нас все адекватные ребята, все все понимают, и даже лишний раз, когда разыграем большинство, не встают на пути шайбы, либо если встают, то никто не бросает, отдает пас. Так вот, пожалуйста. Динамо Балашиха, адекватная команда. Ну, правильно, уважаю партнера. Я буду крылатые выражения вырывать. Так, сейчас, Лига ВХЛ, это уровень АХЛ? Вот такой вопрос нам задают. Ну, нам сложно ответить, потому что мы там не играли. Вот я, да, я поэтому как бы и хотел... Ну, предположите, это мнение диванного эксперта, давай сейчас, Иван. Не знаешь, такое АХЛ, но предположи. Ну, не знаю, насколько в среднем, но Динамо Балашиха сильнее, чем команда ВХЛ. Андрей? Ну, знаете, я когда был на подготовке там летней в Канаде перед сезоном, я катался с игроками из АХЛ. То есть там крупнее, мощнее ребята. Ну, видно, у них как-то желание больше попасть в АХЛ. То есть там большинство игроков, кто не попадает в первые команды, и они как раз-таки выступают в этой лиге. А у нас как раз в АХЛ больше, наверное, все-таки молодежи. Мы сейчас делаем паузу, немножечко отдохнем, у нас перерыв, ну а далее продолжим нашу беседу, оставайтесь с нами. Реклама Не проспи. Ночь выгодных покупок. Крупнейший мебельный центр Европы Три Кита будет работать в ночь с 22 на 23 апреля. Ночной трафик на дорогах и скидки до 70% сделают эту ночь особенно приятной. Подробности на сайте 3kita.ru Играешь в футбол? Закажи форму для своей команды с нанесением номеров, фамилий, эмблем и логотипов. А также подготовься к главному турниру сезона. Купи атрибутику и сувениры клубов и сборных на сайте socker-shop.ru osocker-shop.ru Москва, бульвар генерала Гарбышева, дом 5. ОГРН 104-779-606-5184 При оформлении заказа укажи промокод радио и получи скидку socker-shop.ru Караута вновь открывает зеленые дворы. 22 апреля в 12 приходите на открытие. Будут мастер-классы и скидки до 40% на ряд товаров для сада и дачи. 22 апреля в 12 караута. Дача по твоим правилам. Подробности в магазинах категория 0+. Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Субтитры подогнал «Симон» 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 Девять лет Ура! Теперь поздравляют чемпионов А теперь вы поздравляете Алексей, начинай Молодец! Ну, в первую очередь Поздравляю, да, с днем рождения Витислава Желаю Да, Витислава Желаю счастья, здоровья В первую очередь И самое главное Здоровья, здоровья Еще раз здоровья Долгих лет жизни И здоровья И здоровья, и всего самого наилучшего. Иван, он... Здоровья уже желали, придумали что-то новое. Тебе придется что-то новое придумать. Нет, я ничего нового не буду придумывать, потому что самое главное в жизни здоровье. Его ни за какие деньги не купишь. И могу пожелать, ну что, долгих лет жизни. И здоровья. Но это праздник, это день рождения, это веселый. А я напоминаю, что у нас-то ведь в гостях сегодня чемпионы. А теперь... Андрею не понравилась песня, у него выпался. Вот Иван оценил, поэтому ему... Иван пел, танцевал. Ему и вопрос. У тебя по сезону есть какой-то любимый сейф? Вот все равно, вот что-то же запомнилось. Нет, все одинаковые? Не знаю, очень много было в этом сезоне. Ну один хотя бы назови, мы посмотрим потом в Ютьюбе. Ну, когда мы играли в 1-8 финала ВХЛ, плей-офф, с нефтяником, по-моему, по ходу матча, там счет был то ли 1-1, то ли какой-то. И игрок из нефтяника, получается, в стиле Поброва хотел забить. И я уже, получается, вытянулся, прыгал за шайбой и клюшку успел остановить на линии ворот. Все смотрим. Андрей, любимый гол в сезоне? Можно свой? Гол, наверное, все-таки не один, а я все-таки запомнил свой хэт-трик на Универсиаде против сборной Японии. Просто я не так часто забиваю хэт-трики. Сборной Японии. А тут как раз-таки давно не забивал, и за сборную это случилось. Как бы я вот только этому сейчас хватаю. А все равно приятное хорошее предприятие. Конечно, голы всегда приятны. А теперь самая важная часть нашего эфира. Минута игрового времени. Дарья. Начинаем. Давайте сначала Иван отвечает, потом Андрей. Или как получится, кто быстрее. Любимый фильм? Миллионер из трущоб. Иван ответил, Андрей. А сразу, да, надо. Конечно. Не знаю, Харламов, наверное, легенды Харламов 17. Хитрый. Любимая книга? Кто первый? Я за всю жизнь прочитал около пяти книг, поэтому не помню. Это был Иван. Я только одну прочитал, Чкалина. Любимый напиток, кроме воды, Иван. Лимонад. Сок. Баранье, баранье. Кока-кола. Реклама. Зеро? Нет. Тогда вот сейчас самый важный вопрос. Любимое блюдо? У меня котлета с макаронами. Андрей был. Это был Андрей Иван? У меня, наверное, итальянская еда. Карбонаро, пицца. Ой, извините. Смотри, стейки пропали из меню хоккеистов, да? Нет, ну просто они еще не в КХЛ, поэтому пригласим их через год-два. Все, понятно, так, поехали дальше. Ваш жизненный принцип? Никогда не сдаваться. Иван это был? Андрей? Ну, много, в принципе, принципов. Наверное, самое такое основное, это подняться на пьедестал тяжело, но спуститься оттуда еще проще. Поэтому нужно всегда оставаться наверху и стараться. А говорит, книг не читает. Да, нам уже целую книгу рассказал. Практически целую главу. А кто был или является для вас примером для подражания? В хоккейном плане или в жизни? Как хочешь. А как хочешь. Как тебе больше нравится, Иван? Иван отвечает первым, мы уже поняли. Ну, наверное, Павел Дацук. Сейчас забрал, отобрал у Андрея. Это он специально сделал, чтобы Андрей назвал другого. Не, у меня жизненные планы все, как у родителей, как бы, и они меня воспитали, и я им за все благодарен, поэтому я все-таки на них равняюсь. Так, Иван, вот здесь тебя Андрей, конечно, просто уделал, подорожкаешь. Родители, пример для подражания. Сейчас все расплакали. Поехали дальше. Любимая марка автомобиля? У меня Киа. Молодец, рекламный контракт зарабатывает. BMW. О, Иван. Какое качество больше всего цените в человеке? Наверное, преданность. Иван, Андрей. Я все-таки, наверное, доброту и порядочность, и, ну, честность. А какое качество в себе не любить? Вот именно, конкретно в себе. Когда пропускаешь шайбу? Нет. Ну, то, что я упертый, то есть со мной бесполезно спорить. А это про всех вратарей так говорят. С ними бесполезно спорить. И это был Иван. А тут все поняли. А, это вратарь был. Я не знаю, как бы лучше, наверное, спросить у моих окружающих, но я не люблю себе, наверное, все-таки нервозность. Нервный Андрей ответил. Как выглядит ваш лучший выходной? Вот сейчас как раз выходной. Вчера уже был выходной, да? На самом деле, вот сейчас такое упустошение, да, после финала. Ну, придет, не знаю, там, неделя-две, и захочется снова на лед. То есть начнется такая хоккейная ломка. То есть лучший выходной – это выходной на льду? Ну, я люблю активный отдых. То есть пока я сейчас, нет, два-три еще отдохну, и в любом случае буду там футбол играть, баскетбол. Ну, чем-то заниматься. Андрей? У меня выходной как? Обычно как бы выспаться, наверное, провести его с семьей в кругу или друзей, да. Я, если, конечно, с семьей работаю, то с девушкой я часто люблю гулять. Поэтому мы в основном проводим время вместе с близкими людьми. Раз уже заговорили о девушках, что такое счастье? Счастье – это в первую очередь, когда родные и близкие живы. Да, они рады за тебя, они переживают за тебя, они знают, где ты, что ты, как ты. То есть это самое лучшее, что, наверное, есть. Соглашусь. Так, а если вы... Сейчас, конечно, как тренер КХЛ на пресс-конференции себя, Павел, одним словом описал всю игру. А есть ли вы в соцсетях? Да, есть, конечно. Есть, да, нас легко найти. И в каких? Во всех. Во всех. Во всех. Я не знаю, что это знает, но значит, просто ищите. Пока во всех. А, вот так, то есть когда какой-то новый уровень уже будет не во всех. Теперь уже чемпионы, они не знают, что они сделают завтра. Ну и тогда последний хоккей – это? Жизнь. Иван? Жизнь. Оба. Оба согласились. Ну что же, справились, я бы сказал, с минуты игрового времени. Спорт-ФМ. Сто процентов хоккея. Признавайтесь честно, следили ли за КХЛ? За сезоном, за плей-офф? Только не говорите, что у нас свое... Ну, конечно, следили. Смотрели все матчи. Вы имеете в виду финальную серию или общий плей-офф? Просто так рассказывайте. Вообще общий, да, финал, плей-офф. Давайте узнаем, что вы смотрели. Ну, все ждали, да, то есть все понимали, что, скорее всего, возьмет кубок СКА. Ну, все равно большинство болели против СКА, да, то есть... А вы тоже? Иван уточнил. Я ни за кого не болел. Андрей? Ну, я думаю, все-таки мы представители команды «Динамо», да, поэтому, я думаю, мы в первую очередь болели за своих соотечественников. Когда они выбыли, то... Я не знаю, я ни за кого не болею, я за красивый хоккей, как бы... А они сейчас правильно поступили, ведь Олег Знарок может слушать. Или ему передадут. То есть они сейчас поступили вообще абсолютно правильно. Мы делаем сейчас одну маленькую, небольшую паузу, а потом продолжаем. Реклама. В «Техносили» только до 24 апреля лучшее по цене обычного. Покупайте технику с максимумом функций и возможностей по цене обычных товаров. Подробности у продавцов-консультантов «Техносили». До начала программы «Сто процентов футбола» осталось 15 минут. А сейчас «Сто процентов хоккея». Мы продолжаем программу «Сто процентов хоккея». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. А сегодня в гостях у нас обладатели «Братины-2017». Игроки «Динамо», «Балашиха», «Голкипер» Иван Бочаров и форвард Андрей Алексеев. Вот у нас спрашивают, кстати, я так понимаю, из-за Северной Америки. Как передвигаются команды в ВХЛ? Самолеты, автобусы, поезда? Мелосипеды. Да, я не знаю, может быть... Нет, в основном это автобусы. То есть есть один выезд, где надо на самолете чартером лететь. Это получается Красноярск, Ангарск и две казахские команды. Но у кого не хватает бюджета, тем еще сложнее. Они летают через Москву. То есть после каждого матча они прилетают в Москву, из Москвы уже улетают в другой город. Ну что, Амур так летал, и что, подумаешь? Да, в КХЛ так команда одно время летала. Ну за это КХЛ должно быть стыдно, наверное. Нет, Амуро! Андрей? Ну ему-то не привыкать на автобусах кататься, да? Да, знаете, я думаю, это все-таки зависит от клуба, да, от состояния денежных средств. Мы пару раз даже и на поезде ездили, и в Питер, и в начале года мы ездили в Казань на поезде. То есть это, наверное, все-таки от денежных средств, наверное, зависит. Но это утомляет или нет? Конечно, это утомляет. Долгие дороги бывало и по 8 часов, и по 12 часов в автобусе. То есть ты сидишь, трясешься. А чем вы занимаетесь? Вот в автобусе отправились или на поезде? Что вы делаете? Спите, играете в карты, не знаю, танцуете, поете под гитару? Там в основном то, что делает, у кого какие интересы. Кто-то читает, кто-то смотрит фильмы, кто-то играет, наверное, в телефон. Там всякие, у всех есть уже эти планшеты сейчас, как бы смотрят на них фильмы, музыку. Кто-то слушает, кто-то спит. Много чем можно позаниматься в свободное время. Так я про вас спрашиваю. Вы точно нам сказали, что вы не читаете. Тогда чем вы занимаетесь? Я не читаю, я в основном сплю в автобусе. Вот. Иван спит. Я тоже сплю, слушаю музыку, играю, общаюсь там. Также ребята пишут. И когда есть свободное время, там, веду диалоги и в социальных сетях и так далее. Веду диалоги, посмотрите. Человек книжки не читает. Веду диалоги. Рано. Это, я говорю, это специально. Начальник. Он просто, видимо, много прочитал и забыл, какую хотел назвать. Какую выбрать. Поэтому так и сказал. Вот тут написали, что, в принципе, ребята как раз нормальные, два ведущих неадекватных. Видишь, как все... Меняется, работает. Это наоборот, да. А кто из нас вратарь? Ну ты с вратарской клюшкой, значит... Я не могу так много улыбаться, у меня еще последствия. Плакать будешь? Какую музыку, считаете? Вот. Раз уж заговорили про музыку, Андрей. Все равно неадекватными уже назвали. Какая нам разница тебе? Я меломан, я могу любую музыку послушать, смотря какая ситуация, да. То есть в машине смогу и рэп, и R&B послушать. Перед игрой мы слушаем рок, да, в основном такие тяжелые песни. Я в жизни могу и то, что по телевизору идет, там, радио какой-нибудь включить и послушать. Вы договорили? Можно задавать вопросы? Я полную смс-ку просто... Давай, давай. А можно я тоже отвечу, пожалуйста? Да, я хотел, я хотел слово и вам передать. Вот поэтому неадекватными и назвали. Ну, чаще всего, когда музыка по радио идет, вот моя девушка Даша мне включает, я говорю, ну, что это за музыка? А потом, как настоящий вратарь, через месяц я говорю, вот это да, вот это музыка. Странный парень. Молодец, Даша, молодец, Даша, похвалю. Мы так и знали. Мы, в принципе, предполагали. И в поддержку всего, что вы нам рассказали, нам пишет человек без имени, СКА чемпион. СКА лучшие. СКА играют в красивый хоккей. Что вы можете сказать? Вот вы как чемпионы ВХЛ. Сколько людей, столько мнений. Ну, молодцы, СКА, поздравляю с кубком. Ну, что же, а мы идем дальше и сейчас переходим к важному проекту. Спонсор программы ООО «Еврологистик». Стань частью большой игры. Стань частью легендарной сборной. Компания «Манол» объявляет конкурс «Красная машина». Слушай «Спорт.ФМ». Отвечай на вопросы. Делись знаниями и выиграй настоящий красный автомобиль, а также другие ценные призы. Подробности конкурса на спорт.фм.ру. 12+. Радиостанция «Спорт.ФМ» и компания «Манол» в преддверии чемпионата мира по хоккею объявляют о запуске совместного проекта «Красная машина», чтобы рассказать слушателям о славных страницах истории российского хоккея и разыграть настоящий красный автомобиль. А в студии «Спорт.ФМ» 29 апреля состоится финал проекта «Красная машина». А в битве за новенький «Фольксваген Пола» сойдутся финалисты конкурса. Проект «Красная машина» посвящен хоккейной славе нашей страны. Победные традиции «Красной машины» ковали великие хоккеисты, сметавшие все на своем пути. Они сражались за страну, за команду, за тренера. Долголетие механизма «Красной машины» поражает. Он работает практически без сбоев. Ну а новое поколение российских хоккеистов продолжает творить историю. Но теперь, благодаря славным временам советского хоккей, нашу команду уважает, чтит и боится каждый соперник. Мы расскажем вам о ключевых моментах славной истории хоккея. Вместе с компанией «Манол» разыграем настоящую «Красную машину». «Красная машина». Ну а я бы хотел вспомнить сегодня про 1988 год. Это Олимпийские игры. И сборная СССР тогда победила на этом турнире. Заняли мы первое место. А там в несколько этапов проводился этот олимпийский турнир. Да, вот группа А, группа Б. В итоге мы в своей группе заняли первое место. Обогнали мы сборную ФРГ, Чехословакии, США, Австрии и Норвегии. Ну а далее пошла уже борьба, итоговая таблица. И пошла уже борьба здесь с другими сборными. И вот, собственно говоря, три матча, которых мы победили. Это сборная Канады обыграла сборная СССР 5-0. Причем такая победа. Далее обыграли шведов 7-1. И в итоге Чехия, так я бы сказал, вмешалась в этот спор. Обыграли чехословакские хоккеисты сборную Финляндии. Проиграли канадцам. И в итоге последний матч между командами СССР и Финляндии уже практически ничего не решал. Сборная СССР, проиграв Финнам 1-2, все равно стала победителем Олимпийского турнира. Ну а в составе той сборной выступали вратари Сергей Мыльников, Виталий Самойлов, Евгений Белошейкин. В защите у нас тогда были Вячеслав Фетисов, Алексей Косатонов, Илья Бякин, Алексей Гусаров, Игорь Стельнов, Сергей Стариков и Игорь Кравчук. Ну а в нападении Владимир Крутов, Игорь Лорионов, Сергей Макаров, Валерий Каменский, Андрей Хомутов, Анатолий Семенов, Александр Могильный, Сергей Светлов, Вячеслав Быков, Сергей Яшин, Александр Черных, Андрей Ломакин и Александр Кожевников. Я услышала фамилию Мыльников, а я знаю его сына. Вот, вот так вот. Ну что ж, вот они, славная история, славная история нашей красной машины. А вот как раз я у ребят хотел в продолжении, да, вот красной машины, вот как раз... Кого знаете вы из той сборной? Я уже сказал. Андрей Алексеев, я сейчас добавлю, вот как раз, да, Андрей Алексеев же играл на универсиаде за сборной России. Вот мог бы какие-то свои вот чувства, вот что это? Ты себя почувствовал красной машиной? Ну вообще вот то, что ты в свитере сборной. Да, конечно, в первую очередь я за сборную, да, это ты представляешь свою страну, свою родину. Всегда приятно, когда тебя вызывают, когда ты надеваешь эту майку. Нам даже подарили их, у меня она висит дома, как бы это всегда очень здорово, приятно, спасибо всем. Вот, Иван, тоже хотел бы тебе задать вопрос. У нас же вот мы сейчас говорили, да, там, кого бы ты хотел быть похожим, там, пример для подражания. А вот из вратарей чья игра тебе нравится? Вот, ну, я не знаю, нравилось, нравится. Может быть, на кого-то ты был бы, там, хотел бы стать похожим, я не знаю, по стилю игры. Нет, по стилю ни на кого не хотел быть похожим. От каждого беру, там, по чуть-чуть, да, где-то подглядываю. По технике мне нравится Юха Мицола из Хаваровского мура. О май гай. Нет, ты просто вырвался мне другого. Что? Почему ты вот сразу рассказываешь? Да, расскажи почему. Ну, тебе тут прекрасную машину, патриотизм, вот Андрей поддержал, а ты нам Юха. Ну, финны, они всегда были техничными вратарями, да, вратарями. То, как мне нравится еще Василий Кошечкин, как использовать свои габариты, да, он, я читал у Самсонова, да, то, что он делится с ним, как правильно их использовать. Как бы я тоже не маленький вратарь, и в каких-то ситуациях бывает сложно сложиться, да, и где-то вот подсматриваю эти моменты. А вот, кстати, да, как раз мы как-то эту тему уже затрагивали, вот не очень сложно играть с твоим ростом вот именно так, вот как? Или наоборот, есть преимущества? Вот Сергей Большаков есть, я его называю палка в воротах. Не, на самом деле не сложно, это все зависит от вратарского тренера, да, от каких он тебе знания дает, как он с тобой работает, да. То есть я благодарен Антону Зеленову, да, то, что пять лет я с ним работаю, и он очень многое в меня вложил, да, получается, много знаний дал. То есть хочу сказать спасибо ему за это. А какой вратарь попадет на чемпионат мира? Иван Большаров. А еще ему же кто-то нужен вот вторым. Так а зачем он весь плывов один настаёт? Это да, молодец. Вот, вот сейчас отстоял. Это мнение... Отыграл или отстоял? Да, ты не хочешь сейчас побить Андрея? Вратари же не любят, когда говорят, стоял в воротах. Нет, ну без Андрея Алексеева не поеду на чемпионат. Вот вы. Так он сейчас отсюда сразу-то. Билеты можно сейчас... В Новогорск. Не, а зачем в Новогорск? В Швейцарии сборная сейчас, Еврочеллендж, в Швейцарии сразу туда. Нет, я в Кёльн сразу. В Кёльн? Молодец. Ну а кого ты вторым себе позовешь? Василевского, Сорокина. Бобровского. Давай тебе, Даш, угодим, Большакова позову. Ну что же, ребята, время нашей программы подходит к концу. Вам огромное-огромное спасибо. Еще раз напоминаю, что сегодня в гостях у нас были игроки Динамо Балашиха. Балашиха. Я быстро скажу, Константин пишет, ребята, вы в порядке, ВХЛ, это истина. Спасибо, что пришли. Приятно смотреть игры ВХЛ. Иван Бочаров и Андрей Алексеев. А мы прощаемся. Завтра программа 100%, как всегда, в это же время в 16.00. Так что оставайтесь с нами на волнах Спорт-ФМ. Пока. Спорт-ФМ. Будь первым. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА